Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Алексей Крылов. И я нахожусь в прекрасном солнечном Кибре. Сегодня будет очень полезное, интересное видео. Сегодня будем смотреть недвижимость, но это будет интересно, потому что мы сравним цены. Например, возьмем одну ценовую категорию и посмотрим, сколько стоит, например, квартира в центре. Новая, мы вот смотрим только новую недвижимость здесь. Новая квартира в центре. И в этой же ценовой категории мы отъедем немножко подальше и посмотрим виллу. И вот будет интересно смотреть, что за эту же сумму вы получаете в центре города, либо за городом какую виллу вы купите. Ну что, давайте сравнивать. Да, напишите обязательно, что вам понравится. Также под видео будет полезная информация и будет также тайм-код. Поехали посмотреть. Погнали! Да! В этом видео мы вам покажем актуальные сцены 2023 год в классном комплексе, который находится в центре города. Давайте вот всю подробную информацию сейчас расскажет Татьяна. Так, Татьяна. Здравствуйте! Мы сейчас находимся конкретно в студии, которая у нас 46 квадратных метров. Она у нас вместе с балконом. В таком виде отдаются квартиры. Этот комплекс уже введен в эксплуатацию. Комплекс находится на локации буквально в минуте до армоги, которая соединяет не Косию и Керению. То есть это центр города. Здесь полтора километра до моря. Комплекс имеет инфраструктуру такую, как открытый-закрытый бассейн, сауна, спортивный зал. Также на нулевом этаже комплекса располагаются коммерческие помещения, то есть шаг в доступности вся городская инфраструктура. Конкретно эта квартира находится у нас на высоком этаже с видом на море. И стоимость этой квартиры составляет 115 тысяч фунтов. Но студии в этом комплексе на первом этаже начинаются от 100 тысяч фунтов. Также здесь представлен квартира планировка 1 плюс 1, 2 плюс 1, которую мы чуть позже посмотрим. Да, давайте посмотрим эту квартиру. В этом комплексе мы уже идем в эксплуатацию. Здесь 50% первоначальных внос. Уже можете заезжать. И на 4 года, на 48 месяцев дается 10% рассрочка. Квартира небольшая, смотрите. Получается вход. Я сразу вот так одним кадром покажу. Так, мы вошли. Здесь у нас санузел. Эта квартира, вот, то, что мы видим, так она и продается. Душ. Раковина, туалет. И, собственно, кухня-студия. И есть еще небольшой балкон. Вот такая квартирка. Еще раз 110 тысяч. Она конкретно 115. На первом этаже уже с видовыми характеристиками и другими без вида на море. От 100. Да, от 100. Вот такая стоимость. Цены в фунтах, стельниках. Такие, блин. Я про это уже говорил, но в всех случаях напоминаю. Ну что, давайте посмотрим другой вариант, что здесь есть. Итак, что это за квартира? Такое уже попростом. Ну, Татьяна, рассказывайте. Здесь у нас уже квартира планировкой 1 плюс 1. Соответственно, это одна спальная комната плюс гостиная совмещенная кухней с кухней. Кухонный гарнитур здесь уже входят в сторону из квартиры так же, как и везде. Точное освещение, встроенный кухонный гарнитур, покрашенные стены и полностью упомплектованные санузлы. А также гардеробные шкафы, спальные и в гостиные тоже будут ходить. Квартира 1 плюс 1. Здесь они соблюдают от 136 тысяч фунтов. Это квартира, которая находится на третьем этаже. Сейчас она находится на этаже выше. Соответственно, квартира с Лидомой моря всегда дороже. Конкретно стоимость этой квартиры 166 тысяч фунтов. Но также 50% первоначальный взнос. Соответственно, на 4 года 48 месяцев без процентного срочка. Можно 50% внести, замебелировать, начать сдавать. И, соответственно, оплачиваем свою просрочку без проблем. И так как этот проект находится в центре города, очень важно, чтобы у проекта была своя личная парковка. Потому что, если ты живешь в центре, это как бы всегда проблема. И в Алании, и на Кипре, и везде. Здесь скрытая и открытая парковка есть на территории комплекса. И Айдат на все квартиры составляет 100 фунтов в месяц. То есть, тут от площади никак не выглядит. Здесь никак не называется. Ну, так вот, может, попросторнее. Я в отличие, я тебе скажу прощения. Предыдущая для меня вообще маленькая была. Предыдущая, вот я вам о себе говорил. То есть, если ты приехал отдыхать в твоем окне, то студия – это отличный вариант. Да, есть балконы. Смотрите, вот один балкон в спальне. Рассветление патронное, конечно, обалденно. Виды просто крутейшие. На горы, на море. Конечно, это все тоже влияет на цену. Просто, чтобы все это понимали. Так, вот то, что мы видим. Так квартира и продается. Уже есть отделка, есть место под кондиционер. Уже все выведено. Кондиционер над дверью. Это прям суперски. Считаю, это самое лучшее место для кондиционера. Давай покажу санузел. Напишите, как вам такая квартира на Кипре нравится? Или все-таки еще посмотрим побольше квартиру? Здесь. Сейчас я выйду на балкон. Давай, я там просвертирую аккуратно. Ну, здесь вот даже балконы, например. Иногда на улице бывает ветрено, но балкон так сделан. Ну, тоже, наверное, зависит от, куда дует ветер. Вот сейчас видите ветерок, но на балконе ветра нет. Как-то он вот так вот защищен. Видишь, он идет полукругом. Заходим в следующую квартиру. Эта квартира у нас 2 плюс 1, да? Да. Да. Это у нас 2 плюс 1. 103 квадратных метра. Здесь у нас в коридоре уже встроенный шкаф. Входит стоимость квартиры. Здесь у нас гостиная, смешанная сухня. Отдельно выделена кухонная зона. Две спальные комнаты и один санузел. Мы, как опытные менеджеры по продаже, решили показать самую дорогую квартиру. 2 плюс 1, стоимость ее 504 тысячи фунтов. Но минимальная стоимость квартир 2 плюс 1 в этом комплексе стартует от 176 тысяч фунтов. Вот такой вариант положительности. Да, напишите, как вам. Но здесь прям вообще панорама очень крутые. Есть огромнейшая терраса. Можно ставить мангальчик, диванчик, столик. Все поместится. Можно поставить даже джакузи. А, кстати, вот это важный вопрос. Можно ставить джакузи или нет? Мне кажется, что вам нравится эта таможность. Да, вообще это все индивидуально обсуждаются со строительной компанией. Но, как правило, не все строительные компании разрешают. Потому что это дополнительный вес все равно. И второй момент, то же самое с застеклением баллов. То есть не всегда строители и компании идут на то, что разрешают стеклить баллов. А если разрешают, то все должны стеклить баллов и цветового дара. Ну, если не разрешают, то такой бассейн детский трасса. Ну, на самом деле это круто, что вот реально строительная компания, если разрешают, то чтобы все в одном стиле делали. Потому что я вот тоже по Алане ходил. Смотришь, балконы стеклят, но они все одинаково застеклены. И внешний вид дома не уродуются. Потому что иногда там стеклят, то, короче, разные цвета, по-разному там стены за это кирпичами заделывают. А тут все как-то красиво и аккуратно. Я считаю, что это правильно. Здесь у нас уже идет кухня. Понятно, вот эти моменты сейчас они доделываются. Сейчас я вот спрошу по поводу Кипра, как принимаются квартиры. Так, а вот эти моменты, например, когда человек покупает квартиру, он приходит, смотрит, говорит какие-то недочеты, и строительная компания все доделает, да? Конечно, так комплекс только был введен в эксплуатацию, что в Турции, что на Кипре. Мы всегда, я думаю, и в любой другой стране сталкиваемся с тем, что мы покупаем квартиру и видим какие-то недочеты, которые строительная компания по акту природной передачи должна устранить в течение двух-трех недель. Здесь все устраняется, конечно. Косметические эмоции это делаются, потому что всякий недочет всегда написан. Ну, вот эта студия, по-моему, вообще огромнейшая, классная. И панорамы тут просто крутые. Ну, напишите, как вы. Посмотрите, какой вид на море. Сейчас зайду в спальню. Так, спальня номер один. Здесь уже идут встроенные шкафы. Здесь еще такой уголочек, куда можно спрятаться. Не знаю, можно его как-то обыграть. Не знаю, где-то делать. Еще шкаф. Комната номер два. Тоже есть встроенный шкаф. И даже есть вот такой вот маленький балкончик. Ну, самые крутейшие виды здесь. Сейчас мы выйдем на эту террасу. А, да, санузел еще не показал. Смотрите, есть выход еще под стиральную машину отдельный. Здесь у нас котел. И санузел. Я бы сказал, эта квартира, знаете, такая для тусовок. Большая студия, большой балкон. Все рядышком. Красивый вид на горы. Напишите, как вам этот вариант. Вот такая квартира сколько стоит? Эта квартира стоит 236 тысяч футов. Но, скажу честно, вот этот стояк, планировок квартир 2 плюс 1, они в спальных комнатах не очень удались планировкой. Поэтому, если рассматривать квартиры та же самая, за 176 тысяч футов, намного интереснее планировки, чем эта. Здесь, да, видовые характеристики, балкон, но спальные комнаты совсем нелогичные, потому что они вот такие какие-то овальные. И, соответственно, если мы будем сталкиваться, а мы будем в дальнейшем этим заниматься, послепродажным сервисом, покупкой мебели и так далее, мы будем сталкиваться с проблемами с клиентом, потому что трудно будет подобрать мебель. Из конкретной этой квартиры, в планировке, мне как-то вот совсем не понравилось. Да, в общем, вот такую планировку, вот видите, честно говоря, никому бы не рекомендовали бы. Вот, потому что, видите, такая какая-то непонятная, непонятный полукруг. Ну ладно, вот здесь вот, ну в принципе, скажем так, более-менее, тут еще кровать поместится, есть шкаф, а вот эта комната, она какая-то вообще непонятная. Получается, ну в принципе, вот здесь шкаф, сюда ничего не поставишь, а здесь идет полукруг. Кровати у нас какие идут? Прямоугольные, правильно? И вот тоже интересно, многих не устраивают квартиры, вот есть ли виллы, от какой стоимости мы можем купить виллу на Кипре? Ну вот на примере, да, мы показали квартиру планировкой 2 плюс 1 с хорошими данными характеристиками, стоимость была или 504 тысячи фунтов. Если мы говорим про виллу, новую виллу, большую по планировке, с приватным бассейном, зоной парковки, такую можно найти от 350 до 400 тысяч фунтов. Да, вот, поэтому, видите, у вас тоже есть выбор. Ну что, так, я на две камеры работаю, Никита. Давай, старайся, старайся. Что, мы смотрели квартиры, которые находятся в центре, там она стоила, по-моему, полмиллиона, да, там по 400 тысяч. А сейчас мы приехали на виллу, на виллу, которая стоит, сейчас нам расскажет Наталья, давайте. Куда мы приехали? Добрый день, дорогие друзья, в продолжение видео, квартиры, которые вы смотрели с Татьяной и в центре, разных планировок и по разной стоимости. Сейчас мы приехали тоже, это район Герне, на проект вилл, который состоит из 28 отдельно стоящих вилл. У каждой виллы свой приватный бассейн. Есть виллы, которые уже завершили свое строительство, сданы в эксплуатацию, вот в такой мы сейчас находимся. И есть некоторые виллы, которые находятся на стадии строительства. Подробно об условиях оплаты и вообще, скажем, о том, в каком виде вы ее получите, я вам сейчас все подробненько расскажу. Это вилла, планировка 3 плюс 1, она двухэтажная, с террасы со своей большой на втором этаже и с отдельной кухней. То есть мы сейчас находимся с вами в зоне прихожей. О, у нас вот здесь отдельная кухня, давайте. Да, сейчас я можно и шкафчик покажу, вот мы уже зашли. Мне тоже понравилось. Да, и вот реально, мне, вот честно скажу, я вот сюда зашел, мне очень нравится. Я сначала подумал, что это панель просто. Это шкаф, вот он, он такой незаметный. Раз и все. И вот вы сравните, вот квартиры показал и виллу показал. И ладно, я скажу свое мнение немножко попозже. Это все не так видно, я что-то, как ты говоришь. Я бы убрал эту виллу, давайте вы ее сейчас полностью посмотрите. Давайте. Здесь у нас отдельная кухня. В комплектацию будет входить кухонный гарнитур, но без бытовой техники. Видите, тут у нас шкафы получаются в потолок. Очень большая рабочая поверхность. И, соответственно, удобство заключается в том, что если шкафы в потолок, то больше места для хранения разных баночек, скляночек. Соответственно, здесь тоже можно стол поставить. И отдельная кухня, преимущество ее в том, что это, когда хозяйка готовит здесь, нет лишних запахов в зоне отдыха, в гостиной. Но она как бы отдельная, но при этом она не маленькая здесь. То есть, видите, здесь диван, там месяца, там телевизор. Вот там тоже организован. Да, выход. Просто вот она такая, как, короче, мне она нравится, как она сделана. Вот есть выход на террасу. Балкон террасы. Да. Очень большой. Да, и там выход к бассейну. А, я думал, это прям маленький балкончик. Не-не-не-не. Вот именно как-то вот очень, да. Давайте дальше смотреть. Сегодня на улице ветерок. Получается, в стоимость входит полностью ремонт, полностью кухня, единственная без бытовой техники. Без бытовой техники, да. Эта вила у нас готова. И здесь в качестве напольного покрытия уже использованы разные материалы. В кухне и в прихожей керамическая плитка, в зоне гостиной, в спальных ламинат. Соответственно, есть виллы, которые на стадии строительства, и клиент сам может выбрать напольное покрытие, которое он захочет. Паркет. Но это уже, как бы, за дополнительную плату. Но по стандарту, если брать и не делать никаких дополнительных опций, это будет вот такая вот керамопагнитная плитка. В качестве напольного покрытия. Еще, какая фишечка? Здесь у нас идет камин. Камин тоже идет в комплектацию, включен, именно от застройщика, чтобы можно было бы греться. Мне кажется, здесь таких прям сильных холодов бывает? Нет, это так же, как в Аланье. Короче, повод попить вина. Кто любит смотреть на камин. Да, поставить на обратную елку. Я смотрю, здесь центральное кондиционирование, да, Эль? Да, здесь же подход к камине. А, это подход к камине. Далее. У нас здесь два больших панорамных окна. После того, как вы погрелись возле камина, самое время искупаться в бассейне. Бассейн не маленький, обратите внимание. Да. Хорошо бассейн. Поставить лежать и принимать солнечные ванны. Так. Вот какая она вилла с бассейна. Можно даже прыгать со второго этажа. На второй этаж мы тоже поднимемся. Я думаю, у многих была мечта прыгнуть со второго этажа в бассейн. Ну и, соответственно, шикарные видовые характеристики. Посмотрите, у нас тут какая красивая гора. С той стороны у нас море. Со второго этажа, видимо, море он более открытый. Вот она гора. Идем? Да, идем дальше. На первом этаже есть еще господь, санузел. И комната для гостей. Да. Так, я быстро прохожу. Так, тут уже стоит стиралка. Но стиралки не будут. Стиралки нет. Она не будет входить в комплектацию. Но санузлы будут полностью оборудованы. И в спальниках уже также установлены шкафы. Так. Шкафы. Шкафы будут входить в стоимость. Еще. Так. Мне нравится. Вот когда входят шкафы уже. Они изначально уже продуманы. Это прям очень классно. Ну, единственное, вот видите, всякие моменты такие. Вот тут немножко двери их надо будет подрегулировать. Это все уже делается. Уже собственник будет проверять это. И там какие-то недочеты будут исправляться. Так, идем дальше. Поднимаемся наверх. Да. Хочу еще отметить то, что если человек приобретает на стадии строительства, то он может заказать тоже за отдельную плату теплые полы. Тут у нас зона холла небольшая. Давайте посмотрим сначала спальню, а потом уже выйдем на террасу. Включается и 1 спальня, и 2 ванной комнаты. Тоже со встроенным шкалом. Выход на небольшой балкончик. Ну, не французский, даже побольше, чем французский. Можно поставить. Кипрский. Кипрский, да. И вот даже море видно. Между двумя впереди стоящими вилами здесь, в принципе, неплохой достаточно вид на море. И еще одна спальня. Шкафы, я считаю, сделаны практично. Да. Но много полочек. Самое полочек. Как бы разумные, где вещи на вешенке можно. Нанесите что-то положить в постельное, вверху одежду. Да. Смотрим санузел. Так. Вот так выглядит санузел. Это уже полностью. Короче, вот то, что мы видим, так она практически и издается. Единственное, там без техники, но санузел, вот он так и издается. То есть, это вот так выглядит квартира. Точнее, вилла. Прям смотрю на нее. Дальше. И еще вторая спальня. Тоже с ванной комнатой отдельной. Давайте зайду. Смотрите, сразу ванная комната. Здесь видите, уже немножко другого цвета. Здесь есть отделка ванной. Та с медлой, это более темная. Вообще ванну тут не принято ставить, да? Вот в Турции. Ну, что в Турции, да. Что, скажем, тут на Кипре в основном практично и всегда используют душевые кабинки. Но, если позволяет место, то, соответственно, клиент может за отдельную плату установить ванну. Ну, сделать какую-то перепланировку. Ну, здесь, я думаю, можно и какое-то джакузи на улице поставить. Вот если мы в квартирах говорили на балконе, там могут разрешить, могут не разрешить, тут вообще без проблем, да? Ставь что хочешь. Да. Если коммуникации позволяют, почему бы... Да, вот смотрите, какой балкон. На втором этаже такая терраса. Да. Точнее, терраса. Здесь можно делать и барбекю. Можно поставить мангал. Да, да. Большой стол, кресло. Ну, и собираться с большой компанией. Запустить в бассейн рыбу. Да. Сидеть, ловить ее. Тут и рыбалочка сразу будет. Ну, и, кстати, была бы моя вилла. Да, я бы прыгнул. Тоже прыгнул. Еще бы не думал. Да. Ну? Что-то все легально. Вот пока мы стоим сверху, сейчас зайдем, чтобы не было ветра. Вот условия. Получается, они как, продают уже готовые виллы или нет? Есть и готовые виллы. Стоимость вилл вот такой планировки, как мы сейчас с вами посмотрели, в готовом варианте, начинается от 405 тысяч фунтов стерлингов в данном проекте. То есть дешевле, чем квартиры. Да, дешевле, чем квартиры. Есть виллы более просторной планировки, 4 плюс 1. Их максимальная стоимость заканчивается 545 тысяч фунтов стерлингов. Если приобретается вилла в готовом варианте, уже ничего там делать не нужно, то, соответственно, идет стопроцентная оплата. Если мы с вами обратим внимание, что вот, допустим, вилла достраивается, но, видимо, ее купили, и тут какой-то свой индивидуальный проект дизайн. Да, вон там видно вилла, да. Вот стоит коробка. Да, вот стоит коробка. Соответственно, вы ее выбрали, вы вносите первоначальный взнос 30% от стоимости, далее в течение трех месяцев вилла приводится в завершающий вид. То есть, все работы по ее завершению проводятся. Да, вот то, что мы сейчас увидели. Да, в таком варианте. Соответственно, через три месяца вносится еще 30%. Получайте ключи, пользуйтесь. И предоставляется рассрочка сроком на один год на оставшийся 40% под 8% годовых. То есть, вот здесь условия оплаты вот такие. Я бы сказал, что это плюс, на самом деле, когда можно купить вот такую коробку, что ты покупаешь, а потом ты можешь индивидуально все, что надо тебе. Ну, я считаю, это реально продумано, да. И деньги надо переделывать, а заранее ты уже заложил. Да, оговорил, какие материалы. В течение трех месяцев ее закончат. Хотите плиточку, хотите там ламинат или... Есть виллы, можно на стадии строительства купить еще дешевле. Как вилла выглядит внешне, смотрите. Вот мы только что у меня ходили. Здесь есть место. Вот я видел, там даже две машины помещаются. Вот одна машина. Наверное, если вот так, даже может быть две. И я видел, они еще как бы дальше прокладывают. Еще здесь машина помещается. Вот такой есть дворик. Ну, а это еще она в таком... Как сказать, видите? Здесь никто еще ничего не делал. Вот есть такой задний дворик. В принципе, тоже такой прямо. Не маленький. Можно поставить какие-то детские площадки. Ну, детскую мини-площадку сделать, если есть маленькие дети. Так что напишите, как вам. Будет интересно почитать. Вот как вилла выглядит еще вот с другого ракурса. Здесь уже много вил распродано. Видно, уже тут живут люди. А вот эти виллы уже заканчиваются. И все. Смотрите, вот вилла эта, которая подороже. За 545 тысяч. Здесь уже будет такая, как крытая подземная парковка, так скажем. Но мы туда вовнутрь не будем заходить. Потому что там, в принципе, внутри ничего нет. Вот как бы стоит такая коробка. Вы, если решили покупать, обговариваете, что и как делается там внутри. И вам за 3 месяца это все делают. Виды здесь просто крутейшие. Горы. Рядышком море. Ну что, друзья. На этой прекрасной ноте буду заканчивать это видео. Напишите, что бы вы выбрали. Виллу или квартиру в центре с видом на море. В принципе, и здесь тоже есть вид на море. Напишите, что вам больше всего понравилось. Я всем желаю счастья. Крепкого здоровья. Самое главное мира. И всего вам самого-самого хорошего. Огромное спасибо, что вы смотрите. И всего вам самого-самого лучшего. Всем пока.